МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мобильный кванториум курсирует по поселениям Сургутского района. Соперник один из сильнейших в Европе. Волейбольный «Газпром Югра» принял на своей площадке Белогорье. В Югре сегодня ночью совершил незапланированную посадку самолет. Рейс аэрофлота Красноярска-Москва был прерван в аэропорту Нижневартовска. Причина – плохое самочувствие одного из пассажиров на борту. Как сообщает официальный паблик столицы Самотлорова ВКонтакте, лайнер на взлетно-посадочной полосе встречали врачи. Они поднялись на борт аэробуса и после обследования предположили у мужчины гипертонический криз. Пассажира госпитализировали, самолет продолжил полет до Москвы. Два человека пострадали в аварии с маршруткой в Сургуте. ДТП произошло в среду в начале 10-го вечера на улице Электротехническая. Водитель автобуса ПАС при повороте налево не уступил дорогу встречному кроссоверу Ниссан и столкнулся с ним. В результате аварии травмы получили 26-летний водитель иномарки и его 25-летний пассажир. Скорая помощь доставила обоих в травматологическую больницу. Ведется следствие. Изменения, касающиеся миллионов, в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Ценовой коридор полиса обязательного страхования автогражданской ответственности расширен на 20% вниз и вверх. Таким образом, минимальная цена документа понизилась на 700 рублей и составляет 2746 рублей. Максимальная выросла до 5000. Изменились и коэффициенты. Их теперь 58 вместо 4. Это должно позволить снизить стоимость ОСАГО для опытных и взрослых водителей, а для молодых увеличить. Заказное ДТП вынесен приговор подозреваемым в покушении на убийство. Утром 12 апреля 2017 года в Лангипасе на пешеходном переходе был сбит сотрудник подразделения безопасности нефтегазодобывающей компании. С места происшествия автомобиль скрылся. В дальнейшем было установлено, что авария не была несчастным случаем, о покушении в связи с деятельностью по пресечению краш нефти с месторождений. Мужчина получил небольшие повреждения. В покушении на убийство по найму по предварительному сговору виновными признаны 4 жителя Югры и Тюменской области. Приговором в суда все подсудимые признаны виновными в совершении преступления. Трем из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев. Одному 8 лет 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В управлении МЧС по Югре новый руководитель, прежний глава ведомства Александр Тертока, покинул свой пост, который занимал с 2005 года. СМИ сообщали о том, что в конце декабря он подал президенту России прошение об отставке. По всей видимости, оно было удовлетворено. Теперь временно исполняющим обязанности главного спасателя региона стал Дмитрий Хрунов. Соответствующие изменения опубликованы на официальном сайте управления МЧС по Югре. Сургутская ГРЭС-2 после вчерашнего ЧП работает в штатном режиме. Напомним, 9 января появилась информация о возгорании силового кабеля электродвигателя. Как сообщили в пресс-службе энергетической компании, при плановом включении резервного насоса произошло короткое замыкание без горения. На место вызвали пожарных. Однако нештатная ситуация была ликвидирована с помощью специальных защитных установок. После осмотра места замыкания оперативным персоналам вызов спасателей отменили. Причины технического сбоя выясняют специалисты. Сегодня в Сургуте объявили первые в этом году актировки. Утром в школу не пошли учащиеся с 1 по 8 класс. Во вторую смену также не учатся дети до 8 класса включительно. Трудовые будни обещают быть морозными. Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру около минус 30 в ближайшие два дня. К выходным станет теплее. В воскресенье ожидается минус 10 и сильный снегопад. В Югре разрабатывают новый регламент, который ужесточит ответственность за неправомерную установку газового оборудования или за его монтаж с нарушением правил безопасности. Документ представят губернатору округа Наталье Комаровой до 25 января. Об этом на брифинге журналистам рассказал Олег Пухтеев, начальник управления по делам ГО и ЧС Сургута. Также он сообщил результаты проверок газового оборудования, которые внепланово прошли по всему региону. Причиной послужило ЧП в Магнитогорске. Там 31 декабря в жилом доме взорвался газ. Погибли 36 человек, несколько десятков получили травмы. В рейдах в нашем городе Наталья Комарова участвовала лично. С 3 января по сегодняшний день в Сургуте проверили 31 многоквартирный дом, а это около 2000 квартир и больше 500 зданий частного сектора, которые отапливаются при помощи газа. Также специальная комиссия провела ревизию почти 150 единиц общественного транспорта, которые ездят на газу, проинспектировали и профильные организации. Нарушение было выявлено одно. Это незаконная установка газового оборудования. С Сургутгазом было выписано предписание собственникам устранить данное нарушение и проведены мероприятия, предотвращающие происшествия с газом. Добавлю, что специальной комиссии не удалось проверить все квартиры и дома, где установлено газовое оборудование. Собственников жилья, которые на момент рейда отсутствовали, все равно навестят работники организации Сургутгаз. Посмотрят на договоры на установку газового оборудования, а также проверят исправность техники. В администрации города отметили, что периодически случается, что жители не пускают инспекторов в свои квартиры. Власти считают, что рисковать общественной безопасностью нельзя. Именно поэтому ответственность в Югре за такое поведение и будет ужесточена. Современная наука, доступная всем. Сургутский район стал первым в Югре, где появился мобильный детский кванториум. Новейшие технические устройства сейчас находятся в поселке Барсово и скоро в специальной машине отправятся в путь по школам муниципалитета. Губернатор Югры Наталья Комарова оценила возможности и удобство нового образовательного пространства. Техническое оснащение этого технопарка не оставит равнодушным ни взрослого, ни ребенка. Семь образовательных направлений, планетарий, беспилотные летательные аппараты, виртуальная и дополненная реальность, возможность проводить опыты в современных лабораториях и даже создавать трехмерные фигуры. Кроме того, технопарк оснащен современной телестудией. С помощью нее ребята могут запечатлеть свои достижения и рассказать о них другим. По мнению исполнителей проекта, представителей Национального центра инноваций в образовании, именно таким должно быть современное обучение детей. Это второй мобильный технопарк в нашей стране. Первый был сделан на базе прицепного устройства, то есть прицеп, оборудованный внутри. В нашем же случае мы имеем дело с полноценным фургоном, который является более мобильным. Мы собрали максимально все самые распространенные направления в образовании, чтобы дети смогли научиться, ну и расширить свой кругозор в любых направлениях. Например, лаборатория виртуальной реальности позволит ребятам увидеть далекие страны, музеи и галереи в трехмерном формате, находясь в абсолютно любом помещении. Наглядно изучить маршруты путешественников и первооткрывателей. Мобильный кванториум дает возможность не только разнообразного развития, но и решает самый важный для маленьких жителей отдаленных поселков вопрос доступности высоких технологий. Появление мобильного технопарка позволяет в считанные часы доставить технику в любой поселок района в специально оборудованном фургоне. В первую очередь такой технопарк необходим для того, чтобы обеспечить равный доступ детей к получению вот этих компетенций, работы на высокотехнологичном оборудовании. То, что не имеет сейчас у нас школы, удаленные школы дальних поселений. Новый технопарк появился на средства казны Сургутского района. В этом году Белый Яр обзаведется и стационарной частью образовательного пространства. Это позволит значительно увеличить охват. Нам обошлось бюджетом Сургутского района передвижной технопарк 15 миллионов рублей. И такая же сумма заложена на следующий год в бюджете Сургутского района на 19-й год для приобретения стационарного оборудования, чтобы когда передвижной технопарк уезжает, чтобы дети могли здесь также продолжать заниматься. Это дополнительная мотивация, визуализация, то есть дополнительный интерес, живой интерес у наших детей. У системы уже есть и план-график курсирования по поселениям. Рейсы расписаны на год вперед. Если передвижной акванториум будет пользоваться популярностью, администрация муниципалитета рассмотрит возможность приобретения еще одного мобильного комплекса. Катерина Абдулова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Жительница Сургута в очередной раз осквернила буддийскую святыню. 7 января около 11 часов вечера неизвестная женщина выдавила стекло, защищавшее медное изваяние богини Зеленая Тара вблизи буддийской общины. Инцидент попал на запись камер наружного видеонаблюдения. По словам председателя Сургутского отделения буддийской общины, это уже второе нападение. Первое произошло накануне Нового года. Стекло у нас разбито полностью тупым предметом. Это было первое нападение 30 декабря 2018 года, когда неизвестное разбило стекло. Вот вы видите трещину. Здесь оно справило естественную нужду. Также наплевало на статуи Будды. Стекло было просто представлено. Она просто держится на честном слове. Так вот, 87-го числа она пришла, она выдавила это стекло. И прям как видно на записи, она прям плюнула туда. То есть она оскорбила. Горожанка оставила на месте нападение послание с проклятиями и угрозами, где в грубой форме требовала убрать статую с православной земли. Этим происшествием уже занимаются сотрудники полиции. Ведется проверка. Шведские хиты в Сургутской филармонии. Камерный оркестр русских народных инструментов Былина представил программу «Новый год в стиле Абба» дирижер Юлия Рябцева. Любители ретро-музыки оценили произведения в ритме диско, звучащие по-новому. Это знаменитые «Мама Мия», «Мани», «Хэппи Нью Е» и многие другие. Кроме собственной Былины на сцене выступили хоровая капелла «Светилин», ансамбль танца «Калинка», коллектив барабанщиц и мажореток «Дефиле-бэнд» и солисты филармонии. В художественном музее состоялся новогодний звездопад. Так назывался первый праздник в этом году. Его провели для самых маленьких посетителей. По сути, это игра-приключения, рассчитанная на полтора часа. В рамках квеста по музею юные гости познакомились с совершенно разными плеядами. От звезд театра и кино до звезд изобразительного искусства. Дети сами попробовали себя в роли актеров, собирали артефакты, в итоге получили именной сувенир и поучаствовали в сладком мастер-классе. А для родителей мы предлагаем познакомиться с экспозициями выставки «Кукляндия театр» и «Искусство принадлежит народу». На выставке «Искусство принадлежит народу» представлены живописи, графика и собрание Сургутского художественного музея, созданное в период с 1930-х до 1980-х годов. В интерьере выставочного зала можно окунуться в атмосферу как раз того периода и полистать семейные альбомы, сыграть всеми любимую игру в шахматы и даже посидеть в антикварном кресле. Игра, достойная победы. Волейбольный клуб «Газпром Югра» в очередном матче Российской Суперлиги на своей площадке принимал один из самых титулованных клубов Европы – Белогорье. Матч первого круга в гостях завершился поражением сургутян с результатом 0-3. Как сложилась ответная встреча, знает мой коллега Дмитрий Круковец. «Газпром Югра» проводит домашнюю серию игр. В Сургут один за другим приезжают сильнейшие клубы страны, представители России в европейских кубковых соревнованиях. Очередной соперник – Белогорье, одна из самых титулованных команд в России и Европе. Стартовая партия матча прошла на равных, но в самой концовке сургутяне дважды ошибаются и уступают 23-25. Первый сет, были шансы, и начало сета повели сразу. Хорошо настроились, хорошо разобрали команду соперников. Не хватило вот этих деталей в игре. Ну, наверное, мастерство игроков еще не дошло до уровня такого, чтобы мы могли спокойно выигрывать. Во второй партии сценарий примерно тот же. Белгородцы уходят вперед 11-3. Сургутяне творят чудо и на подачах Богдана Глевенко достают соперника на флажке. Но завершить начатое не хватает времени. До игровщик сборной Канады Джон Перин ставит точку в партии 25-23 в пользу Белогорья. Мы ожидали такого упорства от Сургута. Мы знали, что команда умеет настраиваться на любых соперников, поэтому мы знали, что будет непросто. И по счету это видно. Борьба была до конца, до последнего розыгрыша. В третьем сете у сургутян получилось практически все, о чем игроков просили тренеры. Агрессивная подача, самоотверженная защита, быстрая атака. Результат не заставил себя долго ждать и 25-22 в пользу «Газпром Югры». Мы хорошо начали, потом остановились. Сургут начал проводить серию замен и сложно было перестраиваться под нового связующего. В третьей партии я сказал, чтобы ребята не думали об ошибках, что надо усилить давление на подачу. Были такие моменты, такие небольшие волейбольные хитрости, когда они нагнетали темп, подавали подачу как можно быстрее. Мы в каких-то упускали преимущество буквально в одной расстановке. Буквально за пару минут успевали проигрывать 4-5 очков. Да, это вот такой игровой момент. Поэтому где-то нам было тяжело, наверное, из-за языкового барьера в том числе. То есть, когда два иностранца на поляне, нужно успеть по-английски, по-русски. И вот так вот чуть-чуть где-то разброд получился, где-то не успели взять паузу. Но развить успех не получилось. После очень эмоциональной и сильной третьей партии у Сругутян наступил провал. До середины четвертого сета интрига еще держалась. Затем, во многом за счет собственных ошибок, «Газпром-Югра» отпустил соперника. 18-25 и 1-3 в матче. Наверное, не хватило опять же того же мастерства, той же выдержки. Держать свой уровень в подаче, в приеме. Это команда Белгорода укомплектована добротными игроками. Но мы, я считаю, сегодня имели шансы на победу. «Газпром-Югра» завершил первый круг Суперлиги на восьмой позиции. Подходит к концу и домашняя серия сургутской команды. Ее заключительный матч состоится в ближайшее воскресенье. Соперник – московская «Динамо». Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Эти и другие новости есть на нашем сайте indifisnews.ru. А программу в центре событий с Юлией Давыдовой смотрите сегодня на телеканалах Сургут Интерновостей. До встречи в эфире. Добро пожаловать в полностью обновленный кинотеатр «Мир». Экран с серебряным напылением для кристально чистого и яркого изображения. Комфортные кожаные кресла. Диваны «Лавситс» для двоих. Новые легкие 3D-очки. Широкий ассортимент «Кинобара». Покупай билеты на iKino.ru и проходи без очереди. Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему? «Инконти-Лейс» – запатентованная безопасная технология лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой. Без операции и реабилитации. Технологии из Европы. Теперь и в Сургуте. Косметология будущего. «Голдберг». Проспект Ленина, 18. 1 миллион 750 тысяч рублей, и вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой» улица Есенина, 2, телефон 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а. Хорошо там, где есть радиодача. Здравствуйте. Информация о погоде на 10 января. В студии Алена Раковская. На погоду в югре оказывает влияние северное крыло казахстанского антициклона. В регионе проясняется, но сохраняется аномальный холод с температурным фоном на 6-9 градусов ниже климатической нормы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 27, минус 32. Новогодняя распродажа в магазине «Домашний погребок». До конца декабря дистилляторы, анкерки, расписные самовары, посуда и радиоприемники в стиле ретро со скидкой 10%. «Домашний погребок». Есть подарочные сертификаты. В магазинах «Домашний погребок» огромный выбор дрожжей, ароматизаторов и настоек на травах для приготовления домашних напитков. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Дед Мороз идет, скидки нам несет, праздник приближается, ценники снижаются. Подарки под елку по самым выгодным ценам. Выбирай и забирай только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам хорошего настроения и до встречи!